Взаимодействие национальных платежных средств Китая и России надеясь с разграничным расчетом в национальных валютах прямые инвестиционные проекты, темы которые обсудят в Пекине на следующем году. Соглашение о двусторонних отчетах в национальных валютах было подписано Россией и Китаем 5 июня в этом году. Теперь стороны работают над созданием системы передачи финансовых сообщений между двумя странами, отличной от международной платежной системы СИИ. 20 ноября в международном бизнес-центре города Китая административный центр провинции Сычуань прошла церемония открытия российского национального павильона, в котором представлены товары более чем 30 отечественных брендов. Руководитель павильона Лейн сообщил, что российский национальный товарный павильон провинции Сычуань это торговая платформа нового типа между двумя странами, которая создана благодаря поддержке ряда правительственных ведомств, атрасию ассоциаций и компаний России. В российской зоне также откроется учебный центр, знакомящий с культурой и искусством страны, и выставочный зал, посвященный кулинарным традициям России. По словам Фулея, в будущем планируется регулярно поездка еще до 30 метров перед визжаткой из России Сычуань и института нового вида. В следующем году, молодцы, спасибо.